Всем привет, мои дорогие друзья! Мы с вами находимся в игрушке Injustice God's Among Us, мобильная версия. Давненько у нас не было роликов по этой игре, и как-то, знаете, я решила зайти посмотреть, что у нас тут интересненького. Но на данный момент, как вы видите, доступен из раннего доступа у нас Blackest Night Doomsday. Честно говоря, думала, что когда у нас закончится испытание, по-моему, у кого-то морлицы, у нас начнется испытание Doomsday, но нет фигушки, ребята. Испытание у нас почему-то Харли Куин из Отряда Самоубийц. Ну, конечно, я понимаю, что у нас и в Мартухе сейчас повторяются испытания, и здесь, но не слишком ли часто у нас они повторяются? Потому что мы с вами Харли Куин всего лишь пару месяцев назад проходили, ну и я решила, что мы можем с вами попробовать еще раз пройти. Может, кто-то не видел, кто-то не смотрел, кто-то не открывал, не знал, что было испытание Харли Куина, хочет ее, допустим, открыть. И попробуем сегодня пройдем так налегке пятое испытание, причем, учитывая, опять-таки, что мы давненько не играли. И хотелось бы еще раз вспомнить, как же там у нас играется наш Инжастис прекрасный. Так, ну что? Попроходила я, кстати, вот эти предыдущие испытания. Кстати, испытание Харли Куин, наверное, гораздо более простое по сравнению с испытаниями, которые я видела в прошлые разы, потому что там были нужны специальные персонажи, там, Бэтмены, Шмэтмены, которых у нас просто нет. Ну, а покупать их за бешеные деньги, ну, как-то не очень хотелось. Кстати, ребят, у меня сейчас еще в наличии есть два ролика по Инжастису, поэтому, если хотите их увидеть как можно скорее, довольно-таки интересные, необычные ролики, то, конечно же, не забывайте ставить лайк. Вот сейчас поставьте лайк, и мы с вами продолжим. Так вот, смотрите, в этом испытании, получается, Харли Куин, у нас нужны только бронзовые, вот в первом испытании, и во втором бронзовые и серебряные, в остальных требования вообще отсутствуют. То есть, плевать за кого будете играть, за бронзовых, серебряных, золотых, там, Бэтменов, Джокеров, Думс Деф и так далее, неважно. То есть, вы все равно пройдете. Поэтому я предлагаю сегодня попробовать пройти пятое испытание, я уже не помню, как мы там его проходили. В общем, будем подбирать сейчас команды примерно одинаковых показателей, ну, плюс-минус. Конечно же, будем более мощных подбирать, и попробуем пройти. Значит, у нас сейчас все до двоечки, до двух тысяч, и давайте тогда выберем, кто у нас тут до двух тысяч есть. Давайте-ка возьмем команду, команду, команду. Вот, смотрите, у нас есть женщина-киска, у нас есть убийца-мороз, и давайте Джокер-сопротивление. Вот такую вот команду возьмем. Причем, посмотрим, что у нас. Более-менее они у нас прокачаны, только я бы вот первую приему Killer Frost прокачала. И надо ей какую-нибудь экипировку дать, чтобы тебе выдать такое интересное. Давайте не по имени, а по убыванию звездочек посмотрим. Что у нас тут есть? Не занятое. Что у нас такое темный меч? Усиление урона нет, не хочу. Черное кольцо, усиление урона первой особой на 5%. Вот давайте, у нас как раз первая атака более-менее прокачана. И Джокер. Джокера у нас тоже, Джокера обделили, поэтому мы можем ему выдать странный эликсир, увеличением здоровья на 8%. По-моему, прекрасный вариант. А, стопочки. Но Джокер у нас не прокачан, давайте, может... Тогда давайте Найтвинга возьмем. Просто не хочется сейчас на него кучу денег всадить. Так, ну и тем более все не любят Найтвинга. Все знают, какой он приставучий, надоедучий. Так, беги. Так, женщина-киска в бой. Так, стоим. Как обычно у нас все команды разношерстные, получается, просто потому что мы в разное время их открывали. И получается, допустим, их сделать более-менее как в мортухе у нас пока не получилось. Так, родная, давай. Какая месть, какое кровоизвечение. Так, киска против киски. Чья киска лучше? Стоп. Не-не-не-не-не-не, родная. Ты что-то разошлась. Кровотечение. Я тебе тоже могу кровотечение, я надеюсь, устроить. Хотя, скорее всего, нет. Если это может, то я, наверное, не могу. Сейчас посмотрим. Так, родная, давай. О, и я могу. Так, надо сейчас замедлить немножко нашего товарища. Киллер Фрост, кстати, вообще, в принципе, хороший персонаж, если вы его прокачаете. Так, ну иди сюда, красавец. По-моему, он два раза встает, если я не ошибаюсь. А иногда я ошибаюсь, все знают. Ну, мы все не без ошибок бываем. Так, этот у нас прикрылся. Чего прикрываешься? А, киска тоже нокаут. Слушайте, классный перс. Ты чего дерешься-то? А, вот он не вставал, потому что я помню, один из вот таких товарищей вставал, и потом нам приходилось с вами очень туго. Хорошо, далее. Следующая боевка. Ну, давайте будем проходить. Смотрите, у нас как раз по три боя. Можно вот этими... Беги. Три. Так, киска, давай. Стой. Прикройся, пожалуйста. Чтобы он не подглядывал. Блок. Смотрите, значит, ребят, наносим удар. Многие спрашивают, почему мы играем с вами... Кто-то пишет только надо тапами, кто-то пишет надо свайпами. Ну, не знаю, я играю как мне удобно. То есть, вы сами себе уже подбираете тактику, как вам нравится. Я первая хотела... Нет, 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 нет. Я же первая тебе хотела нанести удар. Слушайте, а давайте второй прием. Правда, у нее, по-моему, он не сильно прокачан. Есть. Так, теперь Синестра. Ты сказала нау или мяу? Женщина-киска у нас совсем того. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чего на девушку руку поднимаешь? Так, вынесли и замедлим давайте флэша. Наверное, флэш станет обычной нормальной человеческой скорости. Слушайте, я помню, когда мы с вами смотрели паки с вот этими персонажами, мне этот Убийц Мороз, она не очень понравилась. Но я смотрю, что очень даже достойный персонаж. Прекрасно. У нас, кстати, уже сколько будет... Ой, я не помню. У меня, по-моему, есть уже два слияния этой самой... Харли Квин. Так, поехали. Ага, тут мы не можем выбирать персонажей, у нас они сами автоматом будут меняться. Стоим, ребят. Слушай, ты меня со своими хая уже достала. Давайте ее поцарапаем. Первая хотела, ладно, не хочешь царапаться, не надо. Давайте ее тогда свайпами немножко. Свайпы мне нравятся гораздо меньше, потому что... Ну, пока мы ее ударим этим свайп... А, Найтвинг уже у нас был, точно, бесяч Найтвинг. Давай, родной. О, еще и Аквамен. Слушайте, за Аквамена мы с вами давно не играли. Надо будет за него как-то сыграть. А то мы его реально как-то обделили вниманием. Так, давай побесим немножко Аквамена. И лишим его энергии. Ага. Киска, давай. Киска в зоне риска. Так. Вынесла. Слушайте, обалдеть. Мне вот что, мне действительно очень нравится в Инжастисе. Возможность вынести сразу двух, а то иногда и трех персонажей, если они довольно слабые. Что ты делаешь, родная? Хоп. Готово. А еще мне очень в них нравится, что они продолжают свое движение, даже когда мы с вами победили. Так, все. Меняем группу. Значит, у нас тут все... Ага. Дарксайд у нас 2.2. Окей. Так, смотрите. Значит, можно было бы взять с вами... О, давайте уже трешничков возьмем. Давайте возьмем Скорпиошу. Мы все любим Скорпиошу. Давайте возьмем Чудо-женщину. И давайте марсианского охотника. Ну, мы все любим марсианского охотника. Кто же не любит марсианского охотника? Так, Супермен. Джокер. И Дарксайд. Или как тебя там зовут? Так, давай. Скорпиош. Ребята, болеем за Скорпиошу, правильно? Это же Скорпиоша. Он у нас самый классный. И, по-моему, он у нас кровотечение, как женщина-киска вызывает. Горей. А, горе. Горение? А, по-моему, второй прием вызывает. Так, Джокер. Не будь вредной сарделькой. Стой. Есть. Давай тоже подожги. Горящий Джокер. Со вкусом лука. Так, стоим. Вот эта зараза, по-моему, нас будет заставлять вставать, да? А может и нет. Так, ребят, меня. Давайте на марсианского. Он хорош. Тихо, тихо, тихо. Стоим, ребят. А, вот. Мы немножко хоть подлечились. Так, и у нас, кстати, у марсианского охотника очень классный пояс. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это была боль. Больно, больно, больно. Стоп, 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 ребят. Давайте второй прием. По-моему, он у нас марсианского очень неплохо так прокачен. Все. Он там себе дальше продолжает скакать. Чудненько. Так, кто у нас сейчас? Орлица, Статик и Бэтгерл. Посмотрите. Блин, я же хотела ее посмотреть. Не дают нам посмотреть ее, полистать. Бегин. Окей, бегин тут бегин. Тихо, тихо, тихо. Родная. Не размахивай эту своей штуковиной. Так, давайте-ка попробуем поиграть все-таки за эту амазонку нашу прекрасную. Вот, смотрите. Вот играю я сейчас свайпами. Ну, не знаю, чем вам эти свайпы так нравятся. Все. Стоим. У нас какая-то упоротая Бэтгерл сейчас. Давай. Стоим. Не, родная. Я поставлю блок. Ты даже не рассчитывай. Скажу тебе хая и все. По статику мы не попали. Ребята, не попали по статику. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я же держала два пальца на блоке. Не, дура ты набитая. Бэтгерл недоделанная. Я боюсь, что у нас непрокаченная наша... Опять она прикрылась. Так, давай вот так. Вот давай, вот все, вы мне выбесили. Вот скорпион сейчас второй прием. Оп. А вот это уже было не очень хорошо. Не-не-не-не-не. Так, мартианец. Ты мой самый хороший тут, самый разумный персонаж. Давай вот всех вынеси его. Молодец. Молодец. Готово. Урон 9-9-9-9. Прикольно. Так. Супермен, Аквамен и Рейвен. Окей. Че уж там. Кстати, точно, мы опять забыли про Аквамена. Бедный Аквамен. Мы его лишаем радости посражаться. Так, стоп. Скорпиоша. По-моему... Подождите, неужели я что-то напутала? По-моему же он мог вызывать кровотечение. Либо мы его не увидели, а он был во втором приеме. Так, ну давайте попытаемся его добить до второго приема. Стоп. Рейвен. Рейвен мы с вами не очень любим. Я помню, как я проходила ее испытания. У меня был еще этот, гарнитура. Я помню, сижу с этой Рейвен. Мне еще надо было с ноутбука каким-то образом сделать превьюху. Ой, тяжкие были времена. Так, стой. Так, красавица. Может ты пойдешь на покой себе? Ну, будет очень классно. Вдохни пока. Не вынес... Слушайте, не вынесли. Давайте вот так сделаем. Попробуем. У нас, кстати, 53 секунды осталось. Есть, вынесли. А вот этого мы еще не вынесли. Я боюсь, что он сейчас первым приемом. Ну, слава богу. Так, скорпиоши, давай. Стоим, ребятки. 40 секунд, слушайте. Я не помню, что у меня так битвы доходили прям в упор. Правда, у нас осталось... Тихо, 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 больно. Слушайте, 30. Давайте уже хоть как-нибудь выносить. 25. Есть. Ох, боже, у меня уже рука болит. Телефон держать. Готово. Так, у нас осталось... Смотрите, у нас Харли Квинн 8. Чего там? 25к здоровья? Слушайте, ну давайте возьмем нашу итоговую группу в виде Дэдшота, Джокера и Харли. Давайте попробуем вот таким вот наборчиком. То есть, мало ли. Все-таки вы видите, что Харли Квинн 8 и 7. Так. Ну, я думаю, что эти товарищи у нас сейчас быстро смогут справиться. Так, давай. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Да не надо мне орудия войны. Я сама на тебя орудия могу использовать. Вот, видишь? Сказала же, что могу. Так, давай. Красавчик. Я помню, когда я только скачала эту игрушку, как раз было, по-моему, испытание Харли Квинн. Я так понимаю, что если у нас сейчас пошли вот эти все испытания, то, наверное, следующий будет у нас Джокер. Красавчик. Ты что-то совсем своими зелеными волосами к крыше поехал. Так вот, следующий, наверное, будет Джокер и потом, наверное, Дэдшот, что ли. Ну, в принципе, прекрасная возможность выбить хороших персонажей. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. У меня обзор. У меня есть на Харли Джокера, на Дэдшота. И мне кажется, они реально классные. Так, ну что, друзья? Харли Квинн. Мы против Харли Квинн. Попробуем, конечно же. Не знаю, что из этого получится, учитывая, что она лечиться может. Ой. Тихо, 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 красавица. Ты же такая красивая. Ты же молодая, красивая. Типа, промах. Так. Я же тут не вижу, мы вообще из здоровья хоть какое-нибудь вынесли. Так. Да ладно, нет, нет, нет. Я же второй прием хотела использовать. Хорошо, что она сейчас не может... Забавная поза. Плохо. Меняемся на Харли. Мы вроде блок поставили, да? А, ну, смотрите, ее довольно-таки можно легко пройти. Ну, учитывая, что у нас там нормальная сложность. Так, давай вторым приемом. А, Джокер появляется. Все, прошли. Я помню, как я ее проходила первый раз. Вообще было нереально. А тут мы очень даже быстренько ее прошли. Вы завершили этот этап испытания? Смотрите. Прошли мы, Харли Квинн получили. В коллекцию добавили новую карту. Вы прошли испытания. Так, смотрите. Значит, у нас есть еще и эксперт. Бронза, Черный Адам, Флэш и Рейвен. Но у нас Черного Адама нет, насколько я знаю. А мы его вообще купить могли бы, если очень бы захотелось. Да, в принципе, как вы видите, можно его купить за 50-ый, за 133 тысячи. Но у Флэш и Рейвен, понятное дело, что у нас есть. Так, друзья. Прошли мы с вами, получается, испытания. Давайте по урону сортируем. И смотрите. Мы можем ее улучшить. И она у нас стала еще выше. Она, получается, должна быть... Она должна быть... Она должна быть выше до Дэдшота. В принципе, ну, хорошие карты. Я же говорю, кто не смотрел, посмотрите. У меня обзоры. И Джокер, и Харли Квинн, и Дэдшот. Они заслуживают вашего внимания. То есть, пройдите испытания. Как вы видите, хотя бы одну карту получить очень даже легко. В принципе, можно было бы, конечно, эксперта пройти. Но, честно говоря, как-то я представляю, насколько он будет сложнее. Давайте хотя бы заглянем. Вот пятое испытание. Ну, вот видите. 7, 7, 6. А дальше будет только сложнее. Там, где Черный Адам, ну, тоже, в принципе, довольно-таки высокий у всех показатель. Но, в принципе, я подумаю. Может быть, не для ролика я пройду. Ну, а пока что мы с вами посмотрели испытания Харли Квинн. Второй раз уже. И мне кажется, что если вам нравится, если вам интересно, то я советую пройти хотя бы для себя, чтобы получить еще одну карту. Как видите, почти на халяву. Потому что никого для этого покупать не нужно. В общем, и карта очень хорошая. Все, ребятки, я буду на этом заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось, вам было интересно. Не забывайте ставить лайки. А я вам желаю отличного дня и хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok